Иисус говорит, «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то». Итак, этой притчей Иисус Христос хотел изобразить ценность Царствия Небесного. Давайте мы поразмышляем над этой притчей. Этот человек, который нашел этот клад, это сокровище, наверняка этот человек, так как он должен был купить это поле, наверняка это поле было не его. Наверняка, что у него было свое поле, но он решил взять еще поле в аренду, чтобы еще больше иметь, еще больше получить. То есть это человек, который чувствовал жажду, чувствовал недостаток какой-то в его жизни, ему было мало того, что он имел. Он стремился к чему-то лучшему, и он думал, что вот это лучшее, это иметь больше, чем он уже имел в этом мире. И для того, чтобы получить богатый урожай и иметь лучшее, то есть большее, больше денег, больше дохода, он копал глубже. И таким образом он нашел клад. Целью его не было найти это сокрытое сокровище или было его целью. Он ведь не ходил с металлоискателем там, правда? Он обрабатывал поле для того, чтобы получить урожай. Его целью было получение земной прибыли. Но неожиданно для себя он находит то, чего не искал. Сокрытое сокровище. Ну и в самой притче сам Иисус поясняет, что означает само сокрытое сокровище. То есть для того, чтобы правильно толковать притчи и вообще Библию, нам необходимо использовать библейский подход к толкованию Библии. Позволять самому Богу объяснять, что Он имел в виду. И давайте позволим Иисусу Христу объяснить, что такое сокрытое сокровище. Притча очень ясно говорит. Царство Небесное. Еще подобно Царство Небесное сокровище. То есть Иисус Христос сравнивает Царство Небесное подобно сокровищу. Итак, этот символ объяснен в Священном Писании. Сам Иисус толкует его. Наверняка, что человек, вот эта притча, является таким собирательным образом. Это каждый из нас. Давайте посмотрим значение других символов. Возможно, будет интересно узнать, что же это за поле, на котором человек нашел сокрытое сокровище. Где мы можем найти вход в Небесное сокровище или получить информацию, или получить право на вход в Царствие Небесное? Откуда? Может быть, Царствие Божие где-то внутри нас есть, и нам нужно его только в себе обнаружить и развить то доброе, в котором нас есть. И это будет вот то Царство Небесное, сокровище, скрытое в нас. Может, мы то поле? Так или нет? Так говорит Библия или нет? Ну, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание об поле этом. Иисус Христос, хотя не прямо говорит, не использует термин поле, но Он говорит, где искать информацию и вход в Царство Небесное. Иоанна 5 глава, Евангелие от Иоанна 5 глава, 39 стих. Иисус, обращаясь к людям грамотным, к ученым, говорит, исследуйте Писание, копайте, глубоко копайте, не поверхностно рыхлите, поглубже копайте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, о Боге, о жизни вечной, информацию нам несет что? Священное Писание. Сами по себе мы бы никогда не догадались о том, как примириться с Богом, как привести свою жизнь в соответствие с евангельскими принципами. Мы бы никогда не додумались, что Бог приглашает нас в Его Царство, никогда не могли бы помыслить, какое оно. Мы бы, естественно, исказили бы это, понимали, если бы сами выдумывали его. Поэтому Священное Писание и приглашает нас искать вне себя информацию о Царстве Небесном. Давайте посмотрим, что говорит книга притчей. Откроем книгу притчи, буквально в начале этой книги. Во второй главе написано с третьего стиха. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Итак, ища в поле Священного Писания знания, мудрости, мы найдем сокрытое сокровище. Этот текст Священного Писания, он как раз и поясняет символизм также, что означает сокрытое сокровище, расширяя его значение. Итак, если будешь искать как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Вот что является тем сокровищем, которое Библия приглашает нас приобрести. Вот к какому сокровищу Бог желает привлечь наше внимание. Хотя мы, идя по этой жизни, можем и не искать этого сокровища. Но Бог допускает в нашей жизни, когда мы ищем нечто лучшее для себя. Ищем так и там, где мы считаем, что найдем счастье, радость, удовлетворение. Бог на нашем жизненном пути дарует нам встречи. Встречи со Священным Писанием, встречи с верующими людьми, которые могут подсказать нам, как уразуметь страх Господень и найти познание о Боге. Поэтому Библия, вера в Бога является вот теми сокровищами, спрятанными на поле. Почему сокровище, о котором мы читаем в притче, почему оно является скрытым сокровищем? Неужели Бог спрятал его от нас, как какое-то тайное знание, чтобы мы искали его? Чтобы затруднить наш вход в Царство Небесное? Чтобы только самые удачные, самые напористые, самые смыкалистые смогли войти в это Царство? Спрятал ли Бог от нас вход в Царство Небесное? И почему оно скрыто? Давайте на этот вопрос попытаемся дать ответ. Один из ответов, очень простых и ясных, в той же главе находится. Иисус, 13 глава, с 15 стиха. Цитируя пророка Исаию, ссылаясь на Писание, он говорит, «Ибо огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Проблема, открывает Священное Писание, не в том, что сокровище так глубоко спрятано, что мы его не можем найти, что рядовой человек не может его обрести, что только избранные удостоены этой удачей просвещения свыше, а все остальные остаются неудел, как будто бы они не дети Божьи и недороги его сердцу. Именно из-за того, что человек огрубил своё сердце, именно потому, что человек закрывает своё сердце от Божьего откровения, вот поэтому сокровище Божьей истины, Царствие Небесное, познание Бога остаётся для Него тайным. Вот что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 3 глава, 19 стих, Он говорит, «Свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Вы представляете? Вы представляете? Человеческое естество Иисусом Христом описано как то, которое возлюбило тьму. Я помню, читал один пример об одном молодом человеке, который скрывался от армии, это было за рубежом, вот он скрывался от службы в армии, и его мать способствовала ему в этом. И вот однажды, когда был период, когда забирали юношей на службу, вот мать для этого юноши сделала такое укрытие, укромную такую комнату, уголок на чердаке, он там был закрыт, этот парень, и она ему туда приносила еду, всё необходимое, возможно, книги, что-то такое для времяпровождения, для того, чтобы, если внезапно придёт полиция или представители армии, для того, чтобы они не застали его врасплох и не забрали в армию. Но мать, к несчастью, заболела, слегла и не могла уже открыть сына. И он какое-то время побыл там, начал голодать, и из-за голода, из-за страха и непонимания, что происходит, стал шуметь. На этот шум соседи вызвали полицию, и таким образом всё было обнаружено. его обнаружили там, но он настолько был перепуган, оставшись там и не понимая, что с ним происходит, что когда его спросили, по-видимому, из полицейских спросили его, ну, что теперь ты будешь делать? Наверное, намекая, ну что, придётся идти в армию. Но молодой человек ответил, вернусь назад. Для него это вот эта коморка, к которой он привык, этот тёмный вместе с пауками чердак показался, наверное, уютнее, чем вот тот красочный мир, полный света и перспектив. Подобно этому и мы с вами родились, или на чердаке, образно говоря, или в погребе, никогда не зная, не видя ничего лучшего в этом мире. Ну что мы в этом мире могли видеть? Мы только можем себе представлять, каким будет или может быть рай и счастливая по-настоящему жизнь. Положа руку на сердце, каждый из нас должен признать, что жизнь, какую мы живём на этой земле, она не удовлетворяет нас полностью. Что только в краткие моменты жизни мы чувствуем себя хорошо, удовлетворены и рады. Но в большинстве случаев нашей жизни мы должны мириться с тем, что нам не нравится в этом мире. Мы вынуждены мириться с тем, что нам не нравится в этом мире. И поэтому мир, где всё будет хорошо, где будут царить любовь, радость, мир, нам кажется какой-то сказочной притчей, басней. Но откуда тогда в сердце человека мечта о счастье? Если счастья нет, и если тот порядок вещей, который существует на нашей планете, это норма, то почему мы тогда мечтаем? Почему мы тогда желаем? Откуда эта потребность в счастье, если его нет? Вот оттуда. От Бога, вложившего мечту о счастье в наше сердце. Вложившего мечту о Царстве Небесном в наше естество. И если человек не верит в библейский образ Царствия Небесного, то он себе его выдумает. То он будет мечтать о нём, как он его себе представляет. И будет стремиться достичь его, как он себе его представляет. И, к сожалению, многие люди так и поступают в этом мире. Не зная Божьего пути к счастью, к Царствию Небесному, они ищут его своим путём. Вот как пишет об этом во 2 Коринфянам, 4 главе, апостол Павел. Давайте мы тоже откроем. 2 Коринфянам. Апостол Павел пишет о причине, «Почему люди не ищут Царствие Божие?» 2 Коринфянам. 4 глава. С 3 по 4 стих. Апостол Павел пишет, что если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Итак, Бог века сего ослепляет наши умы. Перспективы какой-то земной радости, перспективы чего-то хорошего вот здесь, в этом мире, перспективы получить лучший, более богатый урожай, если копну поглубже, если напрягусь побольше. Вот здесь, в этом мире, если натужиться, то можно урвать чуть-чуть больше. Но это не то. Счастье, которое удовлетворит внутреннюю потребность человека. Бог века сего. Сатана. Мир этот блестящий, лоснящийся, но гниющий изнутри. И наша греховная природа обольщает нас. И поэтому мы не осознаем ценности Царства Божьего и меняем его на вот те монеты, которые под балконами валяются. Вы понимаете? Я не рассказал всю историю. Дети, послушайте, конец истории. Вот та брошка, вот тот бриллиант драгоценный. Я по неосторожности своей показал знакомому парню. И этот знакомый парень говорит мне, ты знаешь, это плохая примета. Этот черный бриллиант приносит несчастье тому, кто находит его. Если ты не избавишься от него, то тебя ждут, и твою семью ждут большие проблемы. И вы представляете? В моем юном сердце шла борьба выбросить или не выбросить. Если это неправда, то я могу из-за этого бриллианта иметь большую прибыль, продав его. А если это правда, вдруг на моего папу, на мою маму, на меня обрушатся какие-то проклятия, болезни, неудачи, что лучше, что хуже. И вы знаете, я пошел к озеру, кто из Винницы знает, озеро Вишенское. Там весь желтый мостик так называемый. Я пошел на этот мост из середины моста, бросил этот бриллиант туда, в пучину, и больше его никогда не видел. Уже став взрослым, я, конечно, сомневаюсь, что это был настоящий бриллиант, из-за него много было можно было много получить. Поэтому мне сегодня легче от этого. Но тем не менее, вы понимаете, если быть неосторожным, то некто, Бог века сего, может убедить нас в том, что есть нечто ценнее, чем то, что дарует нам Бог. Вы понимаете? Это временная, земная жизнь. Поэтому давайте не дадим обманщику обольстить нас и обмануть. Давайте не позволим временному и земному увлечь нас настолько, чтобы затмить вечные интересы. Поэтому сокровище сокрыто может быть от нас, потому что мы обольщены Богом века сего. Сатана, наша греховная природа и этот мир. Первая Тимофея, вторая глава, четвертый стих. Апостол Павел пишет, Бог хочет, чтобы все спаслись и достигнули познания истины. Друзья, Бог хочет, чтобы каждый из нас нашел это драгоценное сокровище, чтобы каждый из нас пошел в это чудесное Божье царство. Давайте не огрубим свои сердца. Давайте будем искать это Божье сокровище там, где оно есть. Познание Бога через Святое Писание, через провидение, через природу. Давайте будем серьезны в этом процессе. Давайте будем копать глубоко. Давайте не забудем каждый день выделять особое время для того, чтобы размышлять, вникать в тайны Царствия Божьего. Для того, чтобы радоваться этим сокровищам. Вы понимаете? Обладатели сокровищ, я так предполагаю, они любят любоваться своим сокровищем. Они то и дело украдкой идут туда, где находится их сундук, приоткрывают его и любуются чем? Любуются сиянием этого злата, этих бриллиантов. Точно так же, как я не мог оторвать глаз от этого бриллианта. Вы знаете? Друзья, давайте не будем оторвать глаз от дорогого Господа Иисуса Христа. Потому что Он не отрывает Свои глаз от нас. Ценность сокровища, которые предлагает нам Бог, она велика, она превосходит все, что мы можем только себе представить. Мы представляем Царство Небесное достаточно смутно, как апостол Павел пишет, что мы сегодня видим Царствие Божие как сквозь тусклое стекло. Нам не дано сегодня знать, потому что мы даже не можем вообразить себе, потому что мы с ним мыслим категориями погреба или чулана. И как мы можем, родившись во тьме, вообразить себе Божественный Свет. Поэтому Бог нам и не открывает то, что мы не можем понять. Бог заверяет нас только в одном. Тебе будет очень хорошо. Дорогие друзья, давайте позаботимся о том, чтобы не променять вот эти 70 при большей крепости 80 лет, чтобы не променять их на вечную жизнь. Вы понимаете, слишком дешево, слишком дешево отдать эту жизнь поискам щиты и променять на вечность. Что такое 70-80 лет по сравнению с 70-80 миллиардами лет? Идет это в какое-то сравнение? Ни в какое сравнение не идет. А вечность? Идет в какое-то сравнение с 70-80 миллиардами лет? Даже 70-80 миллиардов лет ни в какое сравнение не идут с вечной жизнью. Но! Чем же так ценно? Чем же так ценно Царство Небесное? И почему нам стоит стремиться туда? Почему стоит приложить все усилия, чтобы быть верующим и верным Богу? Есть в Священном Писании прекрасный образ, который сравнивает Бога с женихом, а людей, возлюбивших и откликнувшихся на Божью любовь, с невестой. Церковь, невеста Христа, Бог, ее жених. И в Библии даже есть целая книга «Песнь песней». Эта книга в основном состоит из воспевания возлюбленной возлюбленного и возлюбленным возлюбленной. Они восхваляют друг друга, и там есть незатейливый сюжет, поиска друг друга, разлуки, страданий и объединения вместе. И в этой удивительной книге в образе говорится о той великой любви, которую Бог имеет к людям, и люди могут иметь к Богу. Но представьте себе, если Бог и Его Царство, если Иисус и Его Царство являются вот тем сокровищем, то тогда мы невеста. И представьте себе такую ситуацию. Невеста приходит на брачный пир. она в свадебном платье. Скажите, невесте радостно и приятно быть в свадебном платье. Здесь многие невесты присутствуют, бывшие или будущие. Приятно в свадебном платье быть. Женщины вообще любят красиво одеться, и мужчины тоже. Но скажите, быть в свадебном платье, есть в этом что-то особенное? Это раз в жизни в идеале. Раз в жизни. Такой прекрасный вид. Что может быть красивей женщины в день свадьбы, в свадебном платье? Ну не может быть ничего красивее и прекраснее, правда? И в каком наряде женщина чувствует себя более счастливой, чем не в свадебном платье? Правда? А что означает зал накрытый, банкет? Эти свечи, эти украшения, да? Как прекрасно, как прекрасен вот этот украшенный зал. Специально по этому случаю, вы понимаете? И представьте себе, каково счастье этой невесты, которая в свадебном платье входит в этот дворец, но она обнаруживает, что там нет жениха. Ничего страшного. Она займет свое место, будет больше места, больше еды, вы понимаете? Какая разница, что нет жениха? Как вы скажете? Нужно ли ей платье? Нужно ли ей угощение? Нужны ли ей свечи? Нужны ли ей гости? Нужен ей оркестр? Нужен ей салют? Нужен ей лимузин? Если нет ее возлюбленного, скажите, друзья, нужен или нет? Если нужен, ну, мне такая невеста не нужна. Не знаю, как насчет вас, но точно знаю о Боге. Ему такая невеста не нужна. Бог исполненный любви, он жаждет иметь невесту, которая откликнется на его любовь. Послушайте, какими словами выражена эта любовь между Богом и человеком в книге «Песнь песней», друзья, она говорит, «Песнь песней 1.3», «Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, царем, женихом. Превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя». Вы чувствуете, что для этой невесты самое главное на свадьбе что? Или кто? «Жених наш Господь». Пятая глава, десятый стих. «Возлюбленный мой, бел и румян, лучше десяти тысяч других». Вы слышите? Вы чувствуете любовь, выраженную в этом стихе? Единственный, лучше десяти тысяч других. седьмая глава, одиннадцатый стих. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Вы понимаете, друзья, без комментариев. Она готова быть его, принадлежать ему, это ее счастье. Быть с ним, это ее радость. Угождать ему и восхвалять его. Вот это ее отрада. Дальше 8 глава, 6 стих. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь». Вы понимаете? Любовь Божия к нам сильнее смерти. Он возлюбил нас больше своей жизни. Поэтому и отдал свою жизнь вместо нас. А как насчет нас? А вот невеста говорит, что моя любовь тоже. Я хочу, чтобы моя любовь к тебе также была такой крепкой, как смерть. Чтобы я настолько любил тебя, чтобы нарушить твою волю, для меня было страшнее, чем умереть. Друзья, огорчить тебя подобно смерти, пренебречь тебя подобно смерти. еще один последний стих, 8 глава, 7 стих. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он отвергнут был бы с презрением. Вы понимаете? Бог предлагает нам то, что нельзя ни купить, ни продать. Его любовь, его милость, его преимущество войти в общении с ним здесь и в вечности даруется как драгоценный дар. Друзья, неужели мы с вами променяем этот дар на земное, на монетки вместо сокровища? Да убережет нас Бог, чтобы променять спасение самого Иисуса на мир с его обманом и ложным мимолетным счастьем. Нет больше той любви, какую возлюбил нас Бог. И апостол Ян призывает на своем послании будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. И как возлюбил? как узнать, нашел ли я сокрытое сокровище? Обладаю ли я вот тем драгоценным удивительным кладом? Или может быть мне нужно копать еще глубже и искать еще дальше, углубляясь в христианский опыт? Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит, как оценить, являюсь ли я обладателем сокрытого сокровища? Матфея 6 глава 21 стих. Если вы спали до этого часа, проснитесь. Самое главное в нашей теме, может быть вы подустали слушать, Матфея 6 глава 21 стих. Критерии определения. Нашел ли я сокровище? Матфея 6 глава 21 стих. Иисус говорит, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Иисус открывает здесь принцип. Он говорит, если ты нашел сокровище или что-то почитаешь за сокровище, то твои мысли, потому что сердце в Библии это мысли, это центр мышления, то твои мысли где будут? Что говорит текст? Где мысли человека находятся? Там, где его сокровище. То есть о чем мы обычно думаем, кто является нашим сокровищем. Если мы думаем постоянно о себе, то кто является нашим сокровищем? Мы сами являемся своим сокровищем. Вы понимаете? если мы думаем о наших детях больше всего, предположим, то кто является для нас сокровищем? Дети. Если в повседневной жизни наши мысли заняты каким-то трудом, я делаю массаж, вы печете хлеб, вы управляете людьми, кто-то еще что-то делает, кто-то сваркой занимается, кто-то готовит пищу, это требует наших мыслей. Но когда наши мысли освободились от необходимых повседневных дел и обязанностей, куда они летят дальше? Вот так естественно, куда они парят? Или куда мы их направляем, если они летят не туда? Вы понимаете? Где сокровища наши, там и сердце наше. Если для нас ценен Господь, потому что мы оценили Его жертву вместо нас, ради нас, если мы видим Его любовь в нашей повседневной жизни и почитаем за дары то, что мы имеем Божьи, дары милости, и если мы откликаемся на наши мысли, к кому мы будем направлять? К Господу, к нашему сокровищу, где наши сокровища, там и наши мысли. Поэтому проверьте себя. О чем вы думаете? Как часто думаете о Боге? Льнет ли ваше сердце к Нему? Если же нет, слава Богу, мы в числе живых, у нас есть перспектива. Приучать свой разум размышлять о Боге. давайте переоценим Бога. Дадим ему высокую верную оценку, которой он достоин. И пусть наши мысли будут направлены на горнее, на небесное, когда наши мысли освободились от необходимого земного. Пусть земное не занимает наши мысли так много и так часто, чтобы вытеснять мысли о небесном сокровище. Это первые очень важные критерии, друзья. И естественно, что это не в нашей природе человеческой, греховной размышлять о Боге. В этом вопросе мы должны уповать на Бога, который обещает Иезекииля 36 глава 26-27 стих. Господь говорит, и дам вам сердце какое? Новое. И дух новый дам вам. Друзья, вы понимаете? Бог говорит, и Бог обещает. Я знаю, говорит Господь, что не в твоих силах любить меня, думать о мне, ценить меня, но я привлеку тебя к себе своей любовью. Я дам тебе такое сердце, которое будет любить меня. Я дам тебе такой разум, который будет любить то, что я люблю. Вы понимаете? Поэтому, веруя в это обещание Бога, мы можем сотрудничать с Богом в воспитании своего разума, чтобы размышлять о горнем. Это первый критерий. О чем мы любим размышлять? К чему мы направляем наши мысли? Боремся ли мы за то, чтобы восхищаться царем? И часто ли мы заглядываем в сокровищницу, чтобы созерцать Бога? Дальше. Второй критерий. 1 Иоанна 4 глава 8 стих. Апостол Иоанн пишет. Кто не любит, тот не познал Бога. Итак, познали ли мы Бога? Оценили ли мы Его высоко? Выдаёт любим ли мы? Любим ли мы? И Библия также даёт определение, какова любовь? Потому что мы можем думать, что мы любим, но Библия даёт определение любви, чтобы мы не заблуждались и чтобы мы видели, возрастаем ли мы в любви или любовь в нас к Богу и к ближнему угасает. Какова любовь, о которой говорит Библия? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется. Любовь всё переносит, любовь никогда не перестаёт. Друзья, вот это высокая цель, к которой нам нужно стремиться, вот это характер Бога. можем ли мы поставить своё место Олег долготерпит, милосердствует те из вас, кто знают меня? Оцените меня, оцените себя. Олег долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего Олег, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Это высокий стандарт. И, естественно, каждый из нас, положа руку на сердце, сегодня скажет, ну, порой я раздражаюсь, порой и завистливая мысль посещает сердце. И так далее, и тому подобное. Апостол Пётр во 2-м послании, 1-й главе, 8-м стихе говорит, «Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. Слава Богу, что Бог благ и к неблагодарным и злым, и не оценившим ещё Его любовь по достоинству, и не растворившихся в Его любви». Он благ к нам и Он долго терпит. Праведность Христа предложена нам как дар. Приходя к Богу, мы приняты как сыновья Его. Он возлагает на нас вот эти одежды сыновьи. Он возлагает на нашу руку перстень, образно говоря, сандалии на ноги. Он принимает нас в статусе, как будто бы никогда не отступавших и не предававших Его. Поэтому, имея эту великую радость вменённой нам праведности Христовой, мы должны отразить свою жизнь, стремиться отразить вот эту Божью любовь в нашем характере. Достаточно ли я любящий по определению Библии человек? Это ещё один критерий того, обладаю ли я сокрытым сокровищем. И ещё один коротко, ещё один признак обладания сокрытым сокровищем. Апостол Павел в послании Филиппийцам 3 главе и в 7 стихе пишет о том, что некогда он имел определённые ценности Филиппийцам 3 глава. Он описывает здесь преимущества, которые имел. он имел имя, имел положение, имел статус, имел безупречное прошлое, имел, ну, с точки зрения человеческой безупречную нравственность настоящим и мог сказать о себе, что я веду праведный образ жизни, но увидев себя во свете характера Иисуса Христа, во свете духовного смысла закона Божия, он увидел себя беспомощным грешником и стал уповать не на свою праведность, а на праведность Господа. И поэтому филиппийцам 3 главе 7 стиха он говорит, но что для меня было преимуществом, вот о гордости за себя, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа. Здесь еще один принцип, он говорит о том, что приобретая Христа, мы должны от чего-то отказаться, как человек в притче, он продает все, чтобы приобресть сокровища, так и в нашей жизни неизбежно мы от чего-то избавимся, так и в нашей жизни неизбежно наша жизнь христианская будет требовать от нас самоотречения, и другие люди будут, глядя на нашу жизнь, говорить, слушай, как ты можешь отказаться от того или от другого, а тебе не скучно, а тебе не жалко, что ты свои молодые годы не тратишь на поиск удовольствий, на радость, на удовольствие, а стоит ли твоя христианская жизнь того всего? И христиан говорит, я ничем не жертвую на самом деле. Человек в притче, он с радостью продает все, он готов со всем расстаться, почему? Потому что для него Христос и его царство драгоценнее всего. Поэтому если нам тяжело дается с чем-то расстаться с земным, о чем мы знаем, что оно не угодно Богу, говорит о том, что мы еще по достоинству не оценили сокровище, мы еще его не нашли по-настоящему, поэтому нам еще предстоят поиски этого сокровища, предстоит еще копать глубже Священное Писание, еще более глубоко проникать в науку молитвы, уединенной молитвы с Богом, чтобы войти в связь с Божественной мудростью, которая просветит наш разум и поможет оценить небесные сокровища по достоинству. Это вот некоторые из критериев, которые помогут нам оценить, нашел ли я сокрытое сокровище, а если нашел, то оценил ли его по достоинству. Дорогие друзья, давайте со своей стороны сделаем все, чтобы не подвести Бога, чтобы то сокрытое сокровище, которое он имеет для нас, он мог вложить в наши руки и чтобы, когда мы придем на брачный пир, наш жених радовался о нас, как о невесте. Давайте обрадуем сердце Бога. Что вы скажете на это, друзья? Аминь. Давайте поднимемся для молитвы. Дорогой наш Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за эту притчу, которая напоминает нам о высокой ценности Тебя, Господи, Твоего Царства, потому что Твое Царство не принесет нам радости без Тебя, Господи, потому что именно Твоя любовь, Твоя доброта, Твой прекрасный характер будут источниками радости и счастья для нас, потому что именно благодаря Твоей любви и доброте к нам, Господи, откроются перед нами все перспективы вечной жизни, но вечная жизнь с ее преимуществами, Господи, не нужна нам, если там не будет Тебя. Ты наше сокровище, Господь. Боже, даруй нам видеть ценность Твоего Царства, веруя в Него из Священных Писаний, Господи. Даруй каждому из нас быть вот тем искателем истины, который копает глубоко, который ищет Тебя, пока не найдет, Господи. И благодарим Тебя за чудесные обещания, что Ты дашь нам новое сердце и что Ты даруешь нам найти себя и не будешь прятаться от нас, если мы взыщем Тебя всем сердцем нашим, Господи. Даруй нам быть неленивыми в этом поиске, а Ты, Господи, благословляешь всякого ищущего. Господи, предаемся в руки Твои на этот субботний день и на наши будущие дни жизни, которые, надеемся, Ты дашь нам, Господи. Даруй нам не опоздать до Твоего пришествия, чтобы стать счастливым обладателем сокровища небесного, чтобы ничто земное не удержало нас и не отняло от нас вечности. Боже, предаемся в руки Твои, благослови нас, благослови тех, кто не смог быть с нами на служении, благослови, Отче, также всех наших родных, чтобы мы могли и им открыть Твои драгоценности. Во имя Иисуса возносим Тебе эту молитву. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова